В Сургуте между Нефтьюганским шоссею и улицей Киртбая горел лес. Сигнал ОЧП поступил в дежурную часть 0-1 около половины девятого вечера. На место для разведки отправили один расчет спасателей. Позднее понадобилась помощь еще пяти спецмашин. Выяснилось, что лесной подстил, сухостой и деревья горят на неосвоенной территории между тупиком на улице Киртбая и противотуберкулезным диспансером. Дымом и смогом окутало Нефтьюганское шоссе и Югорский тракт. На запах жаловались и жители поселков Снежный и Белый Яр. Протянув магистраль через лес, огнеборцы приступили к проливке многочисленных очагов тления и горения. Приблизительная площадь, пройденная огнем, составила 3000 квадратных метров, что послужило причиной возникновения пламени, установят дознаватели. Основная сложность – это труднодоступное место. С двух сторон подразделения наши прибывали туда. Ну и плюс это удаленность от основных магистралей транспортных. В принципе, здесь пожар произошел из-за человеческого фактора, скорее всего, так как у нас никаких негроз, ничего не было. У нас действует до сих пор в округе режим ЧАЭС распоряжением губернатора округа на посещение лесов. Пострадавших в результате пожара нет. Справились с возгоранием спасатели только спустя 8 часов, в половине пятого утра. Столь большую территорию леса, в 3000 квадратных метров, огонь в Сургуте проходит впервые в этом году. Способствовала этому жаркая погода, установившаяся над городом. Столбики термометра 3 и 4 августа поднимались до плюс 35 градусов. Синоптики ожидают, что сильная жара спойдет в среду, воздух охладится до плюс 25, плюс 27 днем. Субтитры создавал DimaTorzok